Телекомпания Диванка Якин Ролл совместно очень приятно продавамба и фирмой Винбот представляет две байдарки Фортуна 1+. Приступаю. Сейчас лодки поставляются в таком удобном конверте. Суть его в чем, в нем, вот это я тут транспортировочно завязывал, чтобы лямки на ходу не телепались. В нем очень удобно паковать, не надо ничего, шибко укладывать. Разложил, вот вся упаковка. В конверте каждой лодки весло, ремнабор, насос. Легкое, хорошее весло, кстати. У меня сегодня это весло в серии любимых. Продолжаю. Сидушка. Пригодится две полудеки. Кстати, сейчас взвесил. Вес комплекта с веслом, насосом 16,5. Сейчас двигается. Системы. Продолжение следует... 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 Для тех, кто не в курсе, это РИП раскладная лодка. РИП, Раббер, жесткая, И, Inflatable, надувная, Б-Бот, РИП. Это раскладной РИП. Твердое жесткое дно, которое ничего не боится. Я уже такое показывал. Покажу очередной раз. То есть это дно выдерживает вот такие вещи. С ним можно ничего не бояться. У меня на канале, ищите тесты этого материала, этого дна. Там их два. Один раз кувалдой. А второй раз я просто ломал спилок. Тесты очень показательные. Полноценная однушка, 3, Фортуна 1+, Две штуки в Москве. Полноценная однушка в поход. В любой. В принципе, в несложную Карелию. Ну, только да, водопадные сливы, конечно, ей не очень подойдут. Но, в принципе, в плане у фирмы полный фартук с закрыванием. Ну, как положено. Ну, это будет, наверное, осенью. В варианте для 1+, можно сделать вот следующую вещь. Сейчас я покажу. Напрашивается вопрос от перфекционистов. А нафига вот такие длинные веревочки? А вот для фига. Чтобы это сделать из этой лодки 1+. То есть, это сидение можно отодвинуть совсем назад. Так вот, а для чего нужны эти длинные тяги? Да вот, чтобы вот это растянуть. Сюда. Получается сидение, прижатое к беке. А сюда, я сейчас вот отсюда воткну вот это сидение. То есть, оно отдельно докупается. Получается некий аналог любимого всеми викинга 3.8.С. Который, в котором люди, да, иногда возят детей, хотя там очко. Это менее удобно, на мой вкус. То есть, не даром она называется 1+. Не в смысле она большая, а это один именно плюс. Плюс. В принципе, по грузоподъемности два вполне себе 80-килограммовых дяди здесь. Потому что грузоподъемность у нее 200, что ли, заявленные. Что получается? Сидеть к заднему. И еще даже место для ноги. Сидеть к переднему. И спереди еще место 30-ти литровый конус. Вот. Это покатушная двойка даже. Мини-двойка покатушная. То есть, комплектация с короткими деками, это прям вот заточено под один плюс именно. Но длинные деки будут, потому что эта лодка с длинной декой для одного прям нужна именно длинная дека, иначе вода внутрь идет. За. Очень удобно для пользования. Здесь есть такая штука, как встроенный фабрично-стабилизатор. И на этой лодке. И, естественно, на этой. Вот они. Эти стабилизаторы позволяют новичку ехать на лодке прямо, она у него не виляет, а при бросании весла продолжает ехать прямо, как хороший сияк. Это очень удобно. Лодки в Москве продаются прям вот сейчас. Если нужны другие цвета, то надо заказывать. Дно у этой лодки может быть прозрачное. Здесь просто сделан некий стандарт. Не все готовы иметь прозрачное дно. Как покупать? Ссылки будут внизу. И напоминаю, с вами был Левашов Михаил, диндолог. И кроме лодок фирмы Винбот, которые делают фортуну 1, вот это 1+, 2+, и 2. Это, кстати, тоже продается в режиме БУ. И у нее есть, кстати, тест на прокат. Прокат бесплатный, если она покупается. Так вот, я еще и торгую лодками Тритона с огромным удовольствием всякими шуями и олонками особенно. Вот, я торгую лодками вольного ветра всеми с огромным удовольствием ермаками, спектрами и маэстрами. Вот, без особого удовольствия атомом. Вот, и лодками Мермен, которых у меня прямо сейчас в Москве, напомню, аж вон 4 штуки, у меня экспедиция 2 и экспедиция 3 длиной 4,70 и 2 Мермен Лайфа. По-моему, двушка и трешка, я уже не помню, надо смотреть, я уже забыл. А, нет, все просто посмотреть. Вот это двушка, а сверху трешка, и это все с фартуками. и это все красоту я официально продаю, гарантия всех четырех фирм сохраняются, естественно, сопровождение, советую и все прочее. Желаю хорошего сезона и нам, чтобы ничего не случилось сильно хуже. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok